Жителям Донецкого угольного бассейна уголь везут как гуманитарную помощь из Венгрии. Твердого топлива после военного конфликта не хватает, и люди боятся, что просто не перезимуют. Отапливать дома нечем. На помощь пришли благотворители из Венгрии и привезли уголь в поселке Серой Зоны. О том, как топливо стало дефицитом на Донбассе, расскажет Александр Зыков. Владимир живет с женой в прифронтовом пионерском. В их доме только печное оборудование. И зиму семья ждет со страхом. Если раньше их обеспечивали углем местных предприятий, то сейчас с этим проблема. Также запасались дровами с лесопосадки, а сейчас там все заминировано. Да и недозапасов этим людям. Каждый день боятся за свою жизнь. И покоя же нету ни днем, ни вечером, ни ночью. Могут стрелять в 3 часа ночи, разбудить, подняться. И потом не знаешь, куда что делать и что в действии. То ли в погреб прятаться, то ли еще что-то смотреть. Против блокпоста, вот там дальше к горе, как на кладбище. Там дом разрушенный, как долбанули один раз. Потом также возле блокпоста недалеко, второй пол дома разрушено. Тоже снарядами разрушили. Ну и где? Там внутри тоже. В пионерском лагере забор с одной и с другой стороны, там дырки. В точно таких же условиях живут и люди в других прифронтовых поселках. Постоянно боятся обстрелов и со страхом ждут холодные зимы. Вот стреляли оттуда, вот это вот, вот это вот. Через голову нам, я вот живу недалеко, через голову не могла на улицу выйти. Так мы что это? Это в нас не зона, не война в нас, что 15 домов разрушили раз 4, раз 15. Это что? То, что разрушений нет, а так вот эти все эмоционально, как говорится, все слышишь, все видишь, все это страшно, конечно, очень тяжело. Нуждающимся жителям поселка Виноградное на окраине Мариуполя выдали уголь от Венгерской коммунической службы помощи при финансовой поддержке Международного фонда. Помогали им в этом сотрудники социальных служб. Венгерская коммуническая служба помощи уже второй год обеспечивает углем нуждающиеся семьи на востоке Украины во время военного конфликта. Вдруге уже тут выдаётся вугилья. Люди отримают по 15 мешочков вугилья. Это социально незахищенные категории. В каждом мешочке по 35 килограмм. Вот этого 15 мешков, я вам скажу, если топить нормально, на месяц. Твёрдое топливо полагается инвалидам, малообеспеченным многодетным семьям, вдовцам и вдовам, сиротам и лицам старше 65 лет. Каждая нуждающаяся семья получит 15 мешков угля весом до 35 килограммов каждый. Потом уже досыпать другого. Уголь получат не все нуждающиеся, только те, у кого не подведен газ. Несколько жителей посёлка остались недовольны таким решением. У кого-то при подведённом газе не работает котёл, у кого-то газом отапливается лишь половина дома. Люди рады даже 500 килограммам гуманитарного угля. Хотя на зиму им нужно полторы-две тонны, а стоимость его около 4 тысяч гривен.